всем привет 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 сегодня у меня видео примерка из моей предыдущей распаковки сразу поймут сейчас что я буду сегодня на себя примерять одна из вещей уже на мне кстати с вами как обычно рима и татьяна ведем съемку тоже как обычно в пункте выдачи фаберлик городе краснодар герой лицкого 28 ну а теперь плавно перетекаем собственно говоря к одежде на мне сейчас я скажу как правильно называется трикотажный джемпер с длинным рукавом пыльно-розовый размер с м стопроцентный хлопок не знаю будет видно не видно на всякий случай показываю без эластана не тянется просто стопроцентный хлопок на прохладную погоду на лето будет жарко таким как я наоборот хорошо я не могу мне летом мы находимся в цоколе и пол у нас из плитки мне летом поэтому здесь ну прохладно даже когда на улице жара все равно если тут долго находишься как-то тело остывает от застываешь вообще сидишь когда без движения занимаешься чисто там не знаю обслуживаешь людей выдаешь заказы иногда бывает под застываешься на такое лето как раз бы подошло либо вот ну мне конечно это не на лето это тебе на лето мне это не на лето мне это на весну на сейчас на сейчас практически уже да ну в общем значит смотрите здесь на рукаве не знаю как это правильно называется я у меня уже была догадка не портная мне кажется этот рукав реглан называется летучая мышь ну не знаю может быть кто занимается шитьем пусть меня поправит получается как такового плеча нет она тут как бы единый рукав сплошной вот и получается как на протяжении всего рукава от горловины и до самого низа здесь тянута веревочка раз война я до 2 полосочки 2 кулиски вот видите получается можно делать утяжку посильнее послабее как кому удобно можно сделать рукав три четверти можно сделать рукав полноценной длинный мы можем даже сейчас видео чтобы развязать эти веревки и показать как рукав без них смотрится внизу она немножко как то есть она не прямая как чуть-чуть внизу мне кажется зауженная потому что прям так так хорошо села не широко здесь снизу ну да сверху как вроде объем какой-то или когда поширше объем из-за того что этот рукав такой объемный с одной стороны это очень даже удобно потому что я люблю когда у меня где-то что-то тянет а тут несмотря на то что стопроцентный хлопок ничего нигде у меня не тянет цвет пыльно-розовый вроде бы тоже камера не мешает сказать искажает делает его каким-то более розовым фактически нет он реально пыльно-розовый мне нравится эта кофточка если честно если я была ты я в себе купила ну вот не знаю это с моими штанами в котором я сегодня приехала мне кажется даже так вот в целом образом тоже прикольно не знаю смущает немножко веревки не очень люблю когда что-то болтается но так в принципе честно сказать не сказать что вроде как они мешаются не люблю когда что-то какие-то веревки в одежде присутствует но здесь вроде как они особо не мешаются но честно сказать если я если я решу ее оставить веревки я все равно укорочу а как ты их укорочишь просто обрежешь делаю короче их просто чтобы они чтобы вот эти банты завязки не были такими большими объемными так может его четверным каким-нибудь залезать по-другому немножко давай попробуем на сейчас полностью распустить покажем как она выглядит без веревочек сейчас подождите сейчас помудрит если получится как я не зашел это так а просто получается тебе надо обрезать и подшить иначе она распустится ну понятная идея покажем как тут край понятно вот видите как край ну завернут и застрочим да давайте распустим полностью покажем как она выглядит если без ничего вот мы себе представить что веревочек нет вообще слушай а еще наверное можно вытащить вообще у него тут скорее всего пришита же может они по кругу там затем нет они пришиты решит и да они пришиты сумму чтобы сделать и что как вроде бы их нет ну так тоже смотрится интересно не знаю мне нравится в общем не знаю не знаю подумаю еще похожу по еще сто раз примере что как не как о мне нравится оставляй к телу приятно стопроцентный хлопок еще надо на каждый день да вообще отлично для меня только веревочки смущает они может быть вид и не портят но я не люблю когда у меня что-то болтает слушай и же можно обрезать вообще прям вот под не хочу получается они у тебя там фактически будут даже торчать не будут я понимаю про что ты говоришь достаточно плотно держит даже сюда вытащить веревки держится хорошо если вырезать рукав резануть они даже не торчали это там были ну в общем короче говоря они будет думать они там кстати были еще других цветах прикольно мне понравилось и себе только покупала ты бы веревочки оставила завязывал было впритык и я дали мне понравилось прикольно померяй ты сейчас все тоже брюка пока я буду одевать одну ты оденешь ее а я влезу в нее девочки продолжаем у меня получается рима уже пошла переодеваться тот кусочек который мы записали до этого где она была в этой моей розовой кофточке почему-то не записался не знаю что то наверно с телефоном счет он вообще моргает мигает непонятно что-то происходит не знаю надо проверить память но обычно у меня память не забита бывает я всегда вовремя стараясь все удалять в общем не знаю почему-то тот кусочек предыдущий не записался рима уже пошла переодеваться и вряд ли она назад вернется в эту кофточку дарима не любит во первых примерки во вторых кофточка мне маловато мне в ней не очень было комфортно горло вот так сильно мне притягивала почему-то и вот здесь в талии тоже узковато время если брать на примерку то надо на размер больше брать надо этот sm а тебе надо мл наверное или xl он наверное не мл будет идти а xl ну не знаю я не помню сейчас ну короче следующий мне нужен размер вот так то в принципе кофта мне понравилась по тому как ткань к телу приятно хлопок он всегда такой и по плотности мне ткань понравилась я не люблю сильно тонкие ткани мне в них не комфортно и я вечно мерзну поэтому такая самая то что мне надо ткань получается я когда ждал этот заказ думала что платьишко возьму какое-то одно из двух выберу или вот это изумрудное или черное а это чисто так ради любопытства взяла наверное скорее всего получится все наоборот платья уедут назад а кофта возможно останется платье мне не нравится потому что платье маловаты мне кажется что сильного ложку ходят учительниц почему-то я не знаю такое представление что в таких платьях входят на работу в школу а трикотажное платье с длинным рукавом 46 размер изумрудные 68 вискоза 27 нейлон 5 эластан платье два одинаковых одно изумрудные одно такое же самое только черное не знаю сейчас одену еще черное потому что особо большого смысла не знаю одевать как бы уже его не вижу ну хотя бы посмотрите в черном цвете но размер одинаковый там и там 46 засмущая что то что когда татьяна примеряла в офисе у любы там был какой-то вообще был 44 и я сейчас не вижу большой разницы между тем сорок четвертым этим сорок шестым когда я мерила у нее сорок четвертом размере ну я почему-то была уверена что в сорок шестом размере она будет прям побольше а сейчас я не вижу большой разницы слушай там посмотри на бирке там написано не на бумажке а на самом на платье нет нету размера не только привязана размеры путают это и не сорок шестой вовсе потому что по ощущениям что там мне было в сорок четвертом что мне в этом сорок шестом одинаково а такого быть не должно ну вот померясь сейчас черные мы пойдем сейчас черное еще одену посмотрите здесь прям сильно тяги сильно прям вообще да шпупок уделяется конечно же я в таком ходить не буду раз одену черное еще посмотрим в черном если будет так же самое ну значит получается не суть платья поедут на переодеваюсь не удивляйтесь это продолжение темы просто мы говорили с ней раньше я не захочу озвучит а хочешь не так хочешь мне все равно тут ничего такого нету статья на и за кадром пока она переодевалась обсуждали короче как мы на эту тему вышли я уже не помню но все закончилось тем что мы начали говорить про комментарии на ю-тубе и под недавней примеркой у татьяны сказал зачем я прокомментировала вот этот комментарий так нет мужика к этому пришли зачем я сказал короче под одной из предыдущих примерок татьяне прилетел комментарий что-то типа бабушкина счастье или бабушкина радость ну типа то что она мерила это вообще какая-то бабусянская продукция вот я татьяне игры нафига ты такой комментарий оставил я бы удалила еще бы и блокирует этого человека не нравится проходи мимо а дальше как было но дальше начала объяснять что я обычно ну не удаляю сильно не никогда не подчищаю комментарии на своем канале я убираю только те комментарии не публикую там где идет ну чистое какое-то там не знаю когда уже на личности люди переходят когда кого-то оскорбляют особенно из моих гостей которые у меня бывают на моем канале а такие конечно я комментарии не пропускаю мне кажется уже не раз об этом говорила а то что касается меня я обычно пропускаю критику воспринимаю нормально как бы это мнение человека почему нет она высказалась ну пускай будет этот комментарий меня на канале бабусянская она не бабусянская девчачья или подростковая каждого свое мнение мне как бы уже тоже не 25 поэтому может быть я уже есть бабусянская мое дело примерить показать а вы уже там смотрите кому-то это будет интересно кому-то неинтересно кто-то подумает что это бабусянская кому-то понравится кто-то иногда пишет что мы с вами приблизительно одной комплекте на вас смотрю потом себе тоже покупаю то есть кому-то это приносит какой-то пользы кого-то это выпешивает поэтому ну это мнение человека зачем его удалять пусть висит у нас там ну ничем таким не оскорбила меня ничем она просто высказала свое мнение я пропустила для меня это нормально адекватные комментарии все всегда проходят у меня как бы в люди а я не говорю а я такой комментарий удалила нафига мне нужен на канале ну как то что он мне дает если он у меня там будет вот от татьяна мне ответила что если такие комментарии не убирать то канал будет слишком сладко когда я сказала ну значит у меня слишком сладкий канал мы засмеялись как раз из-за этого засмеялись ну я считаю что каждый имеет право на свое мнение почему бы и нет вот он нравится как будто не нравится зачем я должна это удалять согласно но с другой стороны твой канал это твой дом и ты сама можешь решать кого ты на этот канал пускаешь а кого нет я не хочу пускать тех кто мне пишет какие-то комментарии которые мне не нравятся может быть этому человеку не понравился конкретно именно вот этот именно эта вещь которую я одевала она высказала свое мнение в остальном она может быть что-то другие видео смотрит не знаю зачем я прям сразу должна заблокировать человека и все ну я считаю это лишнее может быть можно было бы и не блокировать но не знаю я такой не если человеку ну не нравится мой канал вообще как бы от слова совсем то он и не будет висеть на моем канале и не будет смотреть не мои какие-то видео а это я считаю просто мнение человека на какой-то конкретный товар почему нет ну видишь тут мы с тобой тоже разошлись немножко ну не нравится мне как я сильно пакет подчищать комментарии а я подчищаю этим не занимаюсь я только удаляю тогда когда уже идут какие-то не знаю оскорбительные неприятные комментарии когда уже люди переходят на личности да я могу удалить какие-то комментарии а так в принципе я обычно все пропускаю а я подчищаю каждого свое у каждого своя политика своя стратегия в принципе можно и так делать и так делать как хотите так и делайте ваш канал значит ваши правила мои правила так мы продолжаем снимать примерку такое же платье такое же самое как было до этого только в черном цвете и вот самое что интересное все то же самое и размер тоже самый платье сидит немножко по другому не знаю то ли путаница с размерами то ли скорее всего то ли не знаю напутали когда шили то ли напутали когда пришивали бирки размерные скорее всего бирки такое ощущение что то платье фактически все-таки 44 размера а пирку повесили 46 такое бывает да ну вот я когда его одевала и сейчас говорю про вот это про изумрудное платье у я не почувствовала большой разницы между тем сорок четвертым размером который мерила у любых пункте выдачи и вот этим 46 такое ощущение что одинаково но это же вот это платье это платье вот тоже казалось на 46 размере но сидит немножко по-другому да но более свободное и вот так как надо у меня вообще ощущение что татьяна в это платье пришла как-то вот как будто на ней родное не хватает только какой-нибудь бижутерии что-нибудь на шее ну не знаю неплохо было бы конечно еще сорок восьмом померить вдруг она была сорок восьмом еще лучше села но боюсь что сорок восьмом будут тогда рукава болтаться а это у нас по составу что там хлопала 68 вискоза 27 нейлон 5 эластан я про то что сядет или не сядет вискоза не садится ну в общем посмотрите девочки смотрите конечно в тапочках потому что я тут хожу в тапочках бабуськи в тапочках меряют ну да я как бабуська в тапочках бабуська в тапочках меряют бабусянский товар ну так получается ну простите значит я бабуська осталось мне померить еще юбку и в принципе на сегодня примерка моя закончится так что девчонки убегая снова снова в раздевалку сейчас быстро переоденусь и вернусь ну что девчонки последний рывок в нашей примерке и катажная юбка для женщины бежевая 46 размер 54 полиэстер 37 хлопок 5 нейлон 5 люрекс 1 процент эластану о какой ассортимент всего тоже разочаровашка потому что маловато юбка неправильно ты сказал размере до размере сама по себе юбка классная вот размерчик побольше потому что эта модель вообще она ну как бы немножко мало мерят я помню когда я еще ее мерила ну давно давно когда только эти вещи вышли где-то у меня есть примерка этих вещей поищу может быть если найду вставлю я тогда и и тогда уже мерила на размер больше когда когда была в 48 размере я мерила помог 50 тогда она мне была нормально а сейчас в 46 она мне конечно сильно впритык узковато стесняет движения сильно обтянула тут где живут если подходит вам по фигуре такая юбка такая форма в принципе может быть у кого-то попка поменьше не знаю там даже вот может поменьше вроде не скажу прям живот большой но в этой юбке почему-то он кажется большой в общем короче говоря юбка поедет назад не очень сильно обтянула если было бы на размер больше было бы гораздо лучше тогда точно оставила так поедет едет назад вот в итоге получается из всей примерки ну не знаю наверное только розовая кофточка возможно останется который так чистая который взяла чисто из любопытства который вообще не планировала покупать если честно планировала выбрать какой-нибудь из платьишек и надеялась что подойдет юбкой себе черное платье черное платье не знаю еще подумаю подумаю короче еще не уверена что я его оставлю но мне понравилась кофта розовая и платье черное в общем буду еще думать буду думать что из этого всего меня останется у меня там еще в другом заказе по моему есть бордовая юбка например сегодня уже которая пришла в офисе она пришла еще прошлый раз так как мне неделю не было я валялась на кровати больная я естественно ничего вовремя не отсняла вот буду снимать и сегодня я тут как раз закончу с этой примеркой начну распаковку других корот другой коробки и пакета и там у меня как раз это все будет так что она наверное попадет уже возможно в распаковку потому что так как там примерка только одна юбка возможно я совмещу эту юбку распаковкой по мере сразу и распаковки так что там и увидите вот это как раз будет такая юбка которую я покупала не так давно в салатовом цвете которая трикотажная по бокам с разрезами вот там она у меня в бордовом цвете должно понятно твоя любимая любовь на я любовь на я любовь на сегодня будем с вами прощаться обязательно увидим все еще других следующих видео на сегодня показать вам больше нечего поэтому прощаемся всем пока